вот ты где нечто а ты что здесь делаешь янцы ты же не забыла о нашем обещании генерала куаньяню я специально проснулся пораньше чтобы начать учить паспажу марок давания и почему ты покраснел учитель я цель меня первый раз называет учителем мне нужно привыкнуть давая я скажу сразу тренировки фехтование требует развития тела разума и силы это не какая-то легкая игра которую я владею за вечер я обещал генералу куаньяню а что я научу тебя фехтование в стиле облачных рыцарей чтобы ты могла принять участие в церемонии боевых искусств и победить хотя бы одного противника я приложу все усилия но если ты нарушишь правила своего наставника и что ты сделаешь да не поздновато ли сожалеть я уже сожалею о поспешном решении если честно я сам не знаю что делать я никогда никого не обучал так что госпожа март пожалуйста веди себя хорошо и не пропускай занятий и не жалуйся тебе нужно собраться и как следует ее тренировать учитель не слишком мягко а ты такая жесткая мечта кстати где позади звездного дворца где мы сможем вместе провести твой первый урок марсина машет вам с дань хэном и видимо уходит вот теперь мы переключаемся на марсин понял принял серьезно первый день а вы двое уже опаздываете почему все такие расслабленные к чаем-то как я учитель юн ли вы уже здесь простите что заставила ждать гаде ты пытался тайны и учить это коварно я просто показывал тебе этикеты лопу она может быть моей ученицей но здесь принято что наставник лично провожает своего ученика на место учебы как хозяин я буду учить госпожу марта с новым пехтование после чего она держит победу на ринге церемонии боевых искусств и тогда ты не будешь жаловаться на пехтование лопу отойди новичок давай я тебе покажу как мы мастерами чайзюмина видим себя с учениками скорее сюда госпожа марта это обратный подарок учительской поддержки от меня тебе надеюсь он тебе пригодится новое одеяние что это одежда в стиле санчжоу какая она красивая сражение на меча требует точно движение этот костюм подогнан идеально по тебя и позволяет совершать плавные движения я даже добавил небольших красивостей я много думала подарки потрясающие учитель юнли вот видишь видишь да как ты можешь со мной состязаться я научу марта 7 основу пехтование чтобы она могла победить соревнования с моими навыками борьбы на мечах на самом деле я тоже подготовил кое-что у тебя тоже есть подарок для меня учитель янцинь ну раз ты хочешь научиться плавание госпожа марта тебе понадобится более подходящий оружие так что я постарался чтобы подготовить пару мечей за ночь к сожалению меня не было времени попросить мастеров изменить меч под тебя и я постарался выбрать тем которые хорошо подойдут надеюсь тебе они понравятся госпожа марта да давайте переоденем не тут возможностей нет спасибо тебе учитель янцинь наверное ты такого же не ожидал да юлия настоящие соревнования только начинается как здорово что я встретила двух великих мастеров и все же мне кажется что ситуация вот-вот примет странный поворот мгновение спустя да я так и знал я переодену к себе больше не учителя что думаете мне идет этот наряд я выбирал тщательно одежда прекрасно подходит для прекрасных меч не сводит тебя и нас и так начнем тренировку знакомься это инструктор и золотой конец в качестве первого занятия попробуй сразиться с ним гадите мы начинаем боевую тренировку с первого же занятия на мой взгляд это через знаешь я наслышала на твоем опыте стрельби из лука и боевых искусствах для начала мы проверим насколько отточены твои базовые умения давай же сделай шаг вперед и выполнил самый естественный удар мячом на которой им только способны нам важно увидеть свои обычные движения так мы определим с чего начать обучение что тебе стоит если готова начинаем ладно это же такое действующие лица а можно посмотрите как она что она из себя представляет нельзя посмотреть подробную информацию но мы серьезно ладно новый путь с новое рождение звезды тут я готова да я готова постарайтесь понять что ранее звеняю госпожа не волнуйся госпожа март ведь у тебя еще и нет опыта пехтования используя навык чтобы учиться у меня поддержка на что она способна хорошо тогда я попрошу учителя nc не обучить меня приемом что ты делаешь у тебя еще да понял так она короче бафает она не бьет атаке учителем могут накапливать главное фельдование лоб и скорость и ловкость движения атаке учителя могут накапливать заряд для марсе и помочь свой сокрушительные умение атаке делай даю ли не слушай его главная сила давай посмотрим так а ты кто у нас огонь или понял забыл совершенно как посмотреть огонь дай нет 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 огонь как она не будет сопротивление было я не понял как это работает в обуви мою подожди прикольно я начинаю что начинаю так погодите а ну тут нельзя одиночную атака супер мега так давайте по нему ударим до контратаки прикольные на самом деле мне нравится мне нравится единственная не понимаю какой у него этот элемент где-то здесь можно было посмотреть а я точно ничего ему чисто элемент 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 дайте мне умение а я вообще разучился ребят слабости вид ветер да то есть у него ветер могу ошибаться по физика это же физика до языка каком не протестировать физику на этом дайте ее короче и будем трогать все проверим сушки она наносит урон неплохо так и и не трогаем до так года до физика точно ребят смотрите пробить и было вижу что ты мелешь на это же техника владения мечом обязательно сказать что-нибудь пафос у нее он бешеный какой-то был это как понять так у нас появляется эта штука теперь мы можем бить да он реально какой-то нереальный нереальный и так смотрите что надо будет посмотреть внимательно не думала что первое занятие будет таким насыщенным руки госпожи марта лавки а тело гибко она с легкостью освоит картование лук у него только ей не хватает силы а ударом концентрации впрочем для новичков это совершенно нормально воение фехтование джумина она проявит себя сполна но судя по всему госпожи марта стоит уделить внимание на работе ног силе честно ты хоть что-нибудь смыслишь фехтование я могу задать тебе тот же вопрос владение парными мечами требует ловкости а это значит что самое главное работа нам следует укрепить ее слабые стороны я не уделяю все внимание сильным качествам за владение парных мечами парными приходится платить меньше силы ударов какой смысл ногах если не хватает силы мы ведь не танцы разучиваем на подымечники знают подчеркнуть свои сильные стороны и наоборот слабости начни с сильных качеств а после займись слабостями так и следует учиться вижу ты теоретик теоретик ты утверждаешь что умеешь говорить с мечами и у меня только первое занятие вы уже ссоритесь спокойнее учителя но мне все равно придется работать и над ногами и над силой поэтому неважно с чего я начну важно слушай меня март 7 так начинается путь постижения меча март 7 перейти для посмотка конечно сначала хочу посмотреть новый путь у нее теперь доступен дать сменим я думаю что это прикольно приключиться да у нас сразу 80 спасибо спасибо экипировка танка у меня вообще ничего нету да я не знаю что и дать на самом деле ну я ну ладно наносим базовая так и повышается если текущей энергии владельца рано и максимально короче ладно для начала подойдет хотя на самом деле надо будет у вода конечно у меня нет ресурса для этого понятно ладно но это хотя бы уже них неплохо а следы нет следы тоже надо прокачивать но я думаю что просто она будет участвовать в какой-нибудь финальной битве как обычно и участие скорее всего будет обязательным да я понимаю пофига как я не могу это сделать так универсальный синтез машина обмена материалов а хотя ладно минимально какие-нибудь все давайте оденем она даже и долончики у нас понятно нормально для начала считаю отлично время идет не сменяются сменяют друг друга дорогие химик и господин янг и помпом у нас на лопу все хорошо поэтому будьте за нас спокойны кстати как ваше путешествие посмотрите на ее лицо по воле судьбы я стала ученицей сразу двух мастеров меча из числа облачных рыцарей под их руководством я оттачиваю свои навыки владения мечом один из мастеров янцинь уже знакомый нам мальчишка другой юн ли внучка хуа яня генерала джимин они оба невероятно строгие с ними я понимаю насколько трудоемкой бывает тренировка мечника мечта отказывается составить мне компанию хоть я и предлагала я хотела вовлечь тренировку и даньхэна но учитель янцинь запретил и все же я гордо встречаю трудности всего за несколько недель я достигла значительных успехов по владению мечом мои учителя мы считают что у меня особый дар фехтования и ожесточенно спорят кто из них передаст мне свои навыки благодаря наставникам мои навыки владения мечом немного улучшились и когда я вернусь на экспресс я обязательно покажу на что способны жду ответа марте с каждым днем и ночью а проведенными в гротах стремительно приближается церемония боевых искусств под строгим надзором наставников марте безустанно тренируется до скрипа суставов однажды после очередной тренировки отлично на сегодня достаточно мастерство госпожима выше и выше она отлично покажет себя на церемонии боевых искусств выпадет ли мне шанс превзойти своих учителей возможно а вдруг у меня получится победить обоих наставников я думаю что кстати да так наверное будет что не фантазирует и только недавно начала тренироваться как такой может быть с твоим талантом госпожа марта если посвятишь тренировки еще пару десятилетий десятилетий но я постараюсь стараюсь к тому времени нет нет даже не верится марте ему многого достигла за такое короткое время теперь понимаю почему дед тренировал меня с улыбкой на лице может он просто над тобой смеялся молчать все благодаря вашему блестящему руководству учителя госпожа марта ты начинаешь делать успехи во владение и горными парными мечами если ты готова углубить изучение тебе стоит попробовать разные виды клинков санчжоу так дайте подумать какой меч самый сильный одиночный меч большой меч или быть может портающий меч нет такого понятия как самый сильный меч сила определяется мастерством мечника няньцин использует несколько портающих мечей а я только один однако ты наверняка помнишь как я надрала ему зад комиссии по алхимии во первых ничего ты не надирала во вторых этому никогда не бывать в третий давай прямо здесь сейчас выясним кто кому надерет вот это мне нравится давай я готова если надеру я ты отказываешься от участия в церемонии боевых искусств идет но почему вы снова спорить я думала бы поладили поговаривали что на церемонии сойдутся самые одаренные ученики генералов лофу и джамина однако по неизвестной причине они объединились и взялись готовить собственную ученицу выходит слухи верные завтра важный день церемонии боевых искусств может быть вместо преподавания фиктования вам стоит отточить свои навыки а вы вы точно вы розовый лис я у цина это господин дзяо цю какой лис это господин дзяо цю по целителям работающий у генерала я у ци понятно значит вы ученика участник церемонии от я у цина а к нам заглянули чтобы посмотреть на тренировку прошу прощения за недопонимание мне ничего не известно о боевых искусствах здесь я лишь решаю официальные вопросы по поручению генерала не хотел прерывать вашу тренировку пожалуй пойду если вы ничего не знаете боевых искусствах от чего такая ухмылка полагая любопытство взяло надо мной вверх на размышления госпожи марта о том что ей освоить неизбежно привлекли мое внимание согласно моему опыту тисаки и резаки и другие виды ножей лишь рабочие инструменты но похвастать мастерство можно лишь при варке жарки и тушение их применение зависит от выбранных ингредиентов так же как и в обучении владению мечом если подобрать ингредиенты то есть природным данным ученицы подходящий способ приготовления под кого им подразумевается наиболее удобная методика обучения то учебный процесс пойдет вдвое быстрее к примеру золотой баклажан вкуснее всего если его поджарить облачный перец если ошпарить в масле а мясо желтокаменного бычка если потушить главное выявить природные свойства ингредиента вернее ученика так у меня чтобы не что я не ответил бы совмного ответ один и тот же у меня разыгрался пить да от разговоров о еде мне хочется есть аж слюнки текутся вы же целитель почему же вы говорите о еде это лишь метафора я уцинская школа медицины которой я отношусь называется школой жан-жи она специализируется на лечении пищи поэтому в моих кулинарных познаниях нет ничего удивительного так вы генеральный повар целитель впрочем не стоит доверять поваром не заинтересованному в здоровой пище ладно зовите меня поваром если угодно судя по вашему взгляду вы очевидно считаете меня обычным докляком академиком способным лишь разглагольствовать о боевых искусствах на самом деле я умею и убивать как никак искусство медицины охватывает жизнь и смерть кажется он устал ему так страшно упасть в грязь лицом перед детьми да узнаете эту бутылку нет не содержится сонное снадобие экстракт экзотического цвета под названием ябра это яд что ли в зависимости от использования всего одной капли достаточно чтобы тело пациента а не мило это позволяет провести операцию совершенно бесполезно но стоит только повысить дозировку как метаболизм тут же замедлится что приведет к разжижению крови и полной утрате восприятия даже долгоживущие виды подвержены этому эффекту такое средство может и спасти и убить оно сильнее ваших мечей может и так но я предпочитаю решать вопросы мечом они этим самым вы и вовсе не до пляк академика злодеи подлец ну к чему эти оскорбления я просто делюсь с вами с вами медицинскими фактами а вовсе не призываю никого до клому и все же вам очень интересно рассказывать о ядохом даже не знаю героем вас считать или злодеи представьте себе есть два противника один злодеи стоящий на ногах другой честный герой поверженный и лежащий на земле мы станете и повержены считать победителя злодея в полубитвы жизни смерть единое мгновение все прочее же бессмысленно остается лишь одна цель выжить необходимость выжить на поле боя заставляет пересмотреть взгляды на добро и зло как по мне понятиями принципиальности и без принципности стоит пренебречь пренебречь возможно вы недооценили меня и юн ли господин цяо цю несмотря на юный возраст мы успели повидать войну что ж в таком случае вы знаете что церемония боевых искусств лишь конкурс почему же она для вас так важно когда меня назвали мастером ринга церемонии я спросил генерала мы облачные рыцари наша задача идти в бой и убивать противника почему же нам приходится махать мечами на потеку публики ответ его был такой обнажить меч на ринге все равно что на поле боя мощь всех облачных рыцарей отражена в их мечах церемония это отличный шанс продемонстрировать боевое мастерство и заключить союз с бойцами со всего космоса обнажая меч без кровопролития мы показываем не только мощную и воинскую честь облачных рыцарей весьма исчерпывающие утверждение я у ци что аж приношу извинения за невежливо небежество я уже давно прибываю на лов однако мне так и не был шанс увидеть место проведения церемонии своими глазами красочность твоего описание очень меня заинтересовала быть может проведешь для меня экскурсию желаете увидеть корабль рассекатель небес на котором проводится церемония пошли стоит полагать юн ли и госпожа мар тоже его не да или нет я у ци идем я покажу вам рассекатель небес конечно вижу далеко не мы одни решили взглянуть на рассекатель небес понюхал что такое господин взял отсю да нет ничего видите корабль вдалеке это рассекатель небес вместо проведения церемонии они все одинаковые и довольно много отсюда он не такой уж и внушительный правде сказать рассекатель небес описанное военное судно списанное лопу до официального начала церемонии на борт никого не пускают завтра когда прозвенит колокол и прогремят церемониальные пушки я выйду на рим в качестве представителя облачных рыцарей лопу санчжоу и приму вызов участников со всего космоса я с самого детства обучался фехтованию искусству войны под руководством генерала каждый день я совершал 10 тысяч взмахов мечом а затем 10 тысяч выпадов и так день за днем я понимаю что моё детство было другим я никогда не завидовал детям свободно резвящимся с игрушками тренировка с мечом не казалось мне не скучно и не тяжелой даже в самому самой гуще сражения я бесстрашно встречал диких мерзости лицом к лицу с каждым днем я чувствовал себя все сильнее число моих побед росло прекраснее а прекраснейшее ощущение а потом я столкнулся с очень сильным противником всего одним ударом он разбил мою уверенность на тысячу осколков когда я впервые ощутил настоящий страх возможно именно это господин зяо цю и имел ввиду говоря что жизни смерть единое мгновение а все прочее бессмысленно после того случая я убедил себя попробовать собрать со силами увы как бы я ни старался мне так и не удалось вернуть прежнее счастье я часто спрашиваю себя зачем мне меч если поражение неизбежно ради чего я сражаюсь чтобы вернуть радость победы соответствовать ожиданиям генерала или же сохранить честь облачного рыцаря генерал обучил меня искусству фехтования однако не объяснил для чего он мне сказал лишь что я сам найду ответ я старался найти его изо всех сил кажется разговор с вами господин зяо цю мне в этом помог и будучи членом облачных рыцарей учеником генерала я несу на своих плечах груз ответственности и знаю что он только возрастет когда же в моих руках оказывается меч и ощущаю свободу мне нравится выкладываться на все сто встречать любое препятствие и пробиваться вперед меч необходим не именно для этого и так юн но в то же время так зрело мыслишь кстати сколько тебе лет возраст не так уж важен любой мастер меча сможет меня понять понятно видимо у всех детей на ловку тяжелая жизнь что насчет вас госпожа юли неприлично спрашивать у девушки и возраст на каком бы корабле санчжоу вы ни были я не о возрастем я хочу знать есть ли у вас мечта как у яути вы говорите не как повар скорее как ведущие телепередачи а мне повторить я целитель ну что ж у меня нет мечты единственная причина по которой я чувствую участвую в соревнования исполнить обещание данное моим отцу выиграть драгоценный меч пожертвованный им для проведения церемонии у тебя одни мечи на уме ты сам не думаешь ни о чем другом мой отец был ремесленником на джумини санчжоу по его неосторожности множество жизней отняли выкованные и проклятыми мечами с детских лет я понимала что не каждый достоин держать оружие вооружить преступника все равно что самому совершить убийство всякий раз встречая того кто недостоин держать меч я невольно желаю вырвать оружие из его рук так как я назначен мастером ринга церемонии я бросаю ему вызов чтобы драгоценный меч точно не попал в руки недостойного хозяина эй ну что значит недостойного хозяина ясно детям джумина тоже живется не сладко что же лучше владеть мечом с конца конкретной целью чем не знать ему применение за свою жизнь я спас множество облачных рыцарей среди них было немало выдающихся воинов прямо как вы в чем дело господин дзяо цю а мне просто вспомнилась парочка старых друзей давних историй что стены как целитель я вижу что вы и полный которые разливаются в вас подобное пламени и предстоящее сражение будет захватывающих ну что же экскурсии по звездному звездочету на валя любованием и рассекателем небес закончено полагаю про прощаться а вы уже уходите вы не спросили меня о моих мечтах я тоже очень старалась знаете ли мне про госпожа март в отличие от вас я взрослый и у меня есть обязанности задачи доверенные мне генералом сами себя не выполняют кстати янцинь позволено ли у него небольшой компании разгуливать по полным механизмом в территории вроде звездочета на виновали вообще-то это закрытся зона однако вы гости поэтому я сделаю исключение чтобы вы смогли осмотреться понятно что же мне пора желаю вам обоим большой удачи завтра на ринге не делать у машет на прощение рукой и уходит серьезно я так долго размышлял о своей мечте он мне даже не спросил смотрели на рассекатель небес может продолжим тренировку 1 чего хочешь потренироваться пока мы отдыхаем размечтался ты же знаешь что изнуряющие тренировки прямо перед боем пойдет только на во бред взглянув на рассекатель небес я не объясним образом понял что беспокоиться мне нечем потому и решил приберечь силы на завтра ну ладно давайте я выведу вас спорта так тайный волчьи тропы всех тварей распугали это что это следующая миссия как я понимаю ребят не забывайте подписываться пишите комментарии ставьте лайк нажимаете на колокольчик смотрите видео до конца обязательно подписывайтесь на все каналы ссылки которые найдете описании к этому видео пока